Для сел Ненецкого округа должен быть установлен стандарт качества жизни. К такому выводу пришли главы всех муниципальных образований региона. Они представили проектные планы социально-экономического развития своих территорий. Важнейшие документы, по которым в ближайшие годы предстоит жить поселением, презентовали на высшем совете при губернаторе. А вот доклад главы Андига заслушали отдельно, за 40 километров от столицы региона. Олег Хатанзейский о будущем самого малочисленного муниципалитета. Андик – деревня с уникальной историей. Всего несколько десятилетий назад здесь проживало около 600 человек. Затем сложные времена, распад колхоза. Многие люди потеряли работу и уехали из населенного пункта. Сейчас же в Андике по факту проживает около 200 человек. Печальная статистика. Среди них молодежи – единицы. Выпускник Наринмарского ПТО Виктор Пескишев родной Андик приехал ненадолго, а поможет родителям по дому, затем снова сборы, ближе к городу, искать работу. Строить свое будущее молодой человек здесь не собирается. Говорит, перспективы нерадужные. Я вот, например, на автослесарь учусь. Ну, тут уж понятно, что нет автослесаря. Кроме пожарного ДПО. Нету больше. А если бы, к примеру, была работа, вот остался бы здесь жить? Ну, мне кажется, да. Все равно дом родной. Впрочем, приток населения в Андике все же наблюдается, сказала Валентина Абакумова, выступая с презентацией социально-экономического развития муниципалитета. В прошлом году количество жителей увеличилось больше, чем на 10 человек. Приезжают в основном молодые специалисты – это врачи и педагоги. Сейчас ждут учителей физкультуры. Деревня в нем нуждается особо, как и в спортивном зале. Зал спортивный нужен не только для школы. Он нужен и для детского сада. Он нужен для населения. У нас здесь работает совет ветеранов. У нас есть молодежь. Нам негде проводить спортивные мероприятия. Нам негде проводить спортивные праздники. Сооружение появится. Не фок, конечно, но тоже современное. В деревне построят универсальную спортивную площадку под открытым небом. Летом волейбол, зимой хоккей. Проводить досуг на свежем воздухе сможет каждый житель – и стар, и млад. В этом году обещают построить. Думаем, площадку построят, хоккейную коробку, все такое. Особое место в социально-экономическом плане развития муниципалитета занимает сельское хозяйство. Местную ферму закрыли 14 лет назад. Возродить животноводство пытались, но дело прогорело. Тут же занимались частным фермерством. Что-то подержали год-два, да и все. Попытка номер два должна стать удачной, обещает власть региона. Но условия для энтузиастов, созданные в регионе, существует система грантов, бесплатная юрпомощь и, конечно же, субсидирование готового продукта. Сегодня эта субсидия позволяет, как правильно сказал Олег Ануфревич, собственнику и держателю одной коровы зарабатывать 30 тысяч рублей в месяц. Плюс-минус. Это одна корова. Соответственно, две, три, четыре, пять умножайте дальше. Но участники замахиваются на большее. В планах создать ферму, где будут содержаться как минимум 20 голов. Возродить хозяйство в Андиге намерены уже в следующем году. Где-то в СМИ прозвучало, что мы собираемся строить ферму. Мне уже звонят. Возьмите меня дояркой, если построите. Бизнес в самом малочисленном муниципалитете субъекта вообще развивается стремительно. Хозяину этого магазина, одному из первых в регионе, удалось реализовать совместный проект администрации округа и Сбербанка «Безналичный НАО». Купить необходимый товар здесь теперь можно не только за наличные, но и по карте. Удобнее. Как для населения, так и для нас. Проблема есть с интернетом. Проблемной остается и сфера ЖКХ. За последние 36 лет в Андиге возвели всего два жилых дома. В улучшении условий нуждаются 39 семей. Некоторые решили действовать самостоятельно. Они построят дома по региональной программе с 70 на 30. Условия выгодные. От стоимости затрат семьи оплатят всего 30%. Остальное – округ. У людей какая-то надежда появилась. Со строительством хотя бы тех же домов. Баню, может быть, он, конечно, когда-то и закончит эту баню строить. Но все-таки надежда у людей появилась. И возвращаются. Молодежь возвращается. И это, пожалуй, самое главное. Ведь, как говорится, без молодежи нет будущего. А что касается проекта, представленного главой Андикского сельсовета, то к сентябрю он будет доработан и при необходимости получит бюджетное финансирование.